Книга «Открытым оком». Восьмой том. Тема «Монашество». Вопрос 2078. Существуют ли препятствия и ограничения для принятия иночества? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Это возрастной ценз, согласие хозяев, жены, детей. Но на практике эти все правила вообще не соблюдались нигде. Главное подстричься, увеличить число монашествующих, этот неумирающий и неистребимый во всех религиях род. Кто соглашался подстричься, ему все списывали, называя постриг вторым крещением и причислением к ангельскому чину и прочие красивые, ничем не подтвержденные громкие обещания, противные Писанию Божию. Исайя, 8 глава, 20 стих. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. С изобретением монашества у постригшихся осталось только вверх идти, лезть на столб или вниз свалиться в подземелье. А быть с народом? Только не с народом. Путь современного и бывшего монашества – это путь ионы, бегущего от Бога в другую сторону. И когда вокруг буря все ищут выходы и осознают погибель, один пророк Божий, чтущий его, как ему казалось, спокойно, один почивает и бежит совсем в другую сторону. Только бы не идти в указанную Неневию и не благовестить. Тогда он был вестник грозный. Но и сегодня могли бы монахи возвестить миру о грядущих казнях, если не покаются люди. Иона, 1 глава, 9 стих. И он сказал им, «Я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу». Иона – это прообраз монашествующих. Он согласен быть выброшен даже на смерть в море, только бы не идти с проповедью в мир. Может быть, монахи и есть подлинные последователи того ионы, и их еще ждет китовая пасть и погружение в глубины. Савва Освященный, 5 декабря. Кавычки открываются. По Божию провидению Савва был оставлен вместе с родительским имением у брата его, матери Ермия. Но так как жена у Ермия была злая и сварливая, то отрок много терпел, и, наконец, ушел к брату своего отца Григорию, жившему в другом селе, называвшемся Сканда. Вследствие сего возникла вражда между дядями Саввы. Родители его долго оставались в Александрии, а Ермия с Григорием ссорились между собой, и каждый из них хотел не столько иметь у себя отрока, сколько попользоваться имуществом его отца. Блаженный отрок, еще с юного возраста, отличавшийся зрелым разумом в виде раздоры и свары своих дядей, отказался от всего имущества и, удалившись в монастырь Флавианов, отстоявший от Муталаски на три с половиной версты, принял на себя ангельский образ восьми лет от роду. Живя там, он вскоре изучил Псалтирь и прочие книги священного писания, преуспевал в добрых делах и во всем следовал иноческому уставу. Немного времени спустя дяди блаженного Саввы помирились между собою, пришли к нему в монастырь и начали соблазнять его, советуя уйти из-за стен святой обители и, взяв себе жену, жить в отцовском имении. Но он, желая оставаться в доме Божием, а не жить в селениях грешников, и, любя монастырскую жизнь более мирской, не послушался своих дядей и отверг их соблазнительное предложение. «Как от змей», — говорил он, — «убегаю я от тех, которые советуют мне сойти с пути Божия, ибо худые сообщества развращают добрые нравы, и боюсь навлечь на себя проклятие, которым пророк проклинает уклоняющихся в разврат». Псалом 118, 21, 21 стих. «Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей твоих». Кавычки закрыты. «Ефимий Новый, 15 октября». Кавычки открываются. Наконец, через сорок два года после оставления отеческого дома, Ефимию привелось к своему утешению постричь и выночеству и своих родственников, к чему он звал их еще будущей в Никодимии, Никомидии, когда впервые шел на Афон с Олимпа. Он был как бы второй Иосиф, столь же чистый в своем житии, столь же прославленный после перенесенных им трудов и бедствий. И лишь через сорок два года узнанный своими приснами, сознавшими, наконец, суету мира сего и решившимися принять иноческий образ. Родственников своих он взял в свою обитель, а для родственник построил новый, женский монастырь, накупленным им для того месте. Начальницей над этим монастырем была поставлена сестра преподобного, названная во святой схеме Ефимию. Кавычки закрыты. Александр Невский, 30 августа. Кавычки открываются. Между тем, благоверный великий князь Александр благополучно доехал до Одры, и Господь помог ему умилостивить раздраженного хана. Последний не только простил русских за избиение татарских сборщиков, но по ходатайству святого князя Александра дал им и новую милость. Освободил от тяжелой обязанности нести воинскую службу в татарских полках. Благоверный князь спешил возвратиться на родину с радостной вестью, но этой радостной вести не удалось услышать русским людям из уст самого князя. Это был уже последний подвиг благоверного князя. Утомленный трудностью пути и тревогами, какие пришлось ему испытать, благоверный князь Александр Ярославич на обратном пути из Орды в городце опасно занимок. Предчувствуя блаженную свою кончину, он созвал своих спутников и обратился к ним с последнюю прощальную беседу, которая у всех вызвала горькие слезы при мысли о предстоящей утрате. Затем благоверный князь призвал к себе игумена и принял иноческое пострижение, заменив свое княжеское имя иноческим — Алексий. Приняв святые тайны и простившись с окружавшими его иноками, благоверный князь инок тихо отошел в вечные обители, предал свою чистую душу Господу, которому так пламенно послужил в земной своей жизни. Это было 14 ноября 1263 года. Он скончался в отсвете лет, не имея еще 45 лет от Руду. Неодолимый в битвах изнемок он под бременем великокняжеского венца, который в то тяжелое для Руси время был поистине венцом терновым, требовал постоянного напряжения сил и взамен этого доставлял великому князю лишь огорчения и тревоги. Кавычки закрыты.